Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня был парень, встречались около трёх месяцев, если кратко, то сначала он был очень интересован во мне, а потом интерес его стал потихоньку угасать, возможно, неправильно себя вела, вызывала ревность и т.д. Закончилось тем, что когда мы договорились в очередной раз встретиться, он не пришёл на встречу и не объяснился. Я от злости его заблокировал везде, на следующий день встретил его случайно, он подошёл ко мне поговорить, я не стал ослушаться. С тех пор мы не видимся и не общаемся уже третий месяц, случайно встретиться уже не получится, так как он переехал из моего района. Прошло уже достаточно времени, я перебесилась и готова с ним общаться снова, но он заблокировал меня и вытащить его из блока мне кажется унижением, типа ему не сильно надо, а я всё бегу за ним. Ну, как-то это глупо блокировать, а через три месяца вытаскивать его из чёрного списка, когда меня никто об этом не просил, и тем более после того, как на встречу он не явился. Я все надеюсь, что он напишет из космоса, найдёт какие-то пути, ну, с телефона друга, брата, через приложение Асбербанка или ещё как-то. Неужели ему не приходила в голову идея, как обойти блокировку? Вот объясните мне двое наивных с позиции психолога, почему человек так быстро сдался и меня не ищет. Он просто не хочет мне писать, или есть вариант, что он боится отказа. Он же подходил ко мне, я отшил, он не знает, как ему быть, думает, что мне это не надо. Говорят же, что этот мужчина захочет, то есть потом не достанет. Получается, я ему не нужна. Ну вот, с точки зрения психолога, такой подход, что женщина может делать всё, что угодно, а мужчина потом должен искать пути, это, на мой взгляд, кажется странным. В целом, у меня сложилось впечатление, что вы очень неуверенны в себе, и на это указывают много разных факторов, и у вас занижена самооценка. Вот, так что поработал бы я в первую очередь с этим. Второй момент это то, что вы как будто бы довольно пассивны в отношениях. То есть, почему-то мужчина должен что-то делать, а вы, в данном случае, нет. А дальше, дальше, вы говорите о том, что он не верстся на встречу. Да, неприятно. Это правда. Это правда. Но вы приняли это в лифте к сердцу, вы приняли это на свой счёт, потому что ранее у него угасли, угас к вам интерес. Почему это плохо, что его интерес угас? Вопрос. На мой взгляд, это совершенно нормально, что его интерес угасает. Он перерастает во что-то более зрелое, возможно, или не перерастает. Вы говорите, что вы неправильно себя вели и вызывали ревность. Вас это не смешает? В смысле, то, почему вы вызывали у человека ревность? Вопрос? Вопрос. Вот. Как-то так. Теперь, смотрите дальше. Выпишите. У меня был парень. Вы встречались на около трёх месяцев. Что вас объединяло, что между вами общего было? Выписка сначала был заинтересован во мне, а потом интерес потихонечку стал угасать. А если вначале у человека был к вам интерес, а потом интерес пропал или начал угасать, это может говорить только о том, что вы вели себя как приз, который надо добиваться. Как только мужчина понял, что он приз добился, или понял, что приз ему не ценен, его интерес начал угасать. Это говорит о том, что вы свои отношения выстраиваете на гендерных основаниях. Исключительно. Не на личностных, а на гендерных. И поэтому я повторю твой вопрос. Что между вами общего было? Дальше. Вы пишите, я от злости его заблокировал и на следующий день встретил его, случайно пришел ко мне поговорить, но я не стал слушать. Почему? Вот. Дальше. Вы пишите. Просло уже достаточно времени, я перебесилась и готова с ним общаться снова. Супер. Так проявите это. Почему, если вы готовы общаться с ним, он должен первым идти на встречу? Вы говорите, что глупо вынимать из черного списка через спустя три месяца. Почему? У вас изменилось и изменилось отношение к этому. Вот. Почему нет? Откуда такие ограничения? Вот. То есть это изначально позиция такая, где женщина находится ниже мужчины. Мужчина все решает, женщина не решает ничего. Отсюда столь зависима позиция. Дальше. Вы пишите. Теперь ему ничего не надо, а я все бегу за ним. А когда? Когда вы за ним все бежите? Когда? Как? Как вы за ним бежите? Вот. Такое ощущение, что вы хотите, чтобы он прерывально изменился. Это вот. Желание человека наказать. Или как-то подтвердить. Самоутвердиться. Отношения вряд ли используются для таких целей. И вот вы пишите. Надеюсь, что вы наплечет из космоса. То есть перекладываете ответственность за то, что вы хотите на другого человека. Позиция крайне зависима. Позиция крайне жертвована. И вот вы пишите. Неужели вы не приходили в мысли, в голову идеи, какова эти блокировки? Возможно приходили, возможно нет. Мы этого не знаем. Вопрос в том, что вы хотите сделать. И что вы готовы для этого делать. Объясните мне, почему человек так быстро остался и не ищет меня? Почему должно быть иначе? Почему? Все лидератные. Вот он сдался и не ищет. Потому что культурный. Потому что не мачо. Потому что уважает ваш выбор, например. А было бы лучше, если бы не уважал. Понимаете, ведь этот вот сам процесс добиваться, когда мужчина добивается, это ведь в какой-то степени не уважение к женщине. Он с ней не считается. Вы этого хотите? Вот. Дальше говорят, если мужчина захочет спотвенебаться, ну что говорят? Какой мужчина? Откуда эти обобщения? Это родительская позиция. Вас говорят. И далее вы делаете вывод, я ему не нужна. Может быть нужны, может быть нет. Но по каждой это ваша проекция. То есть это ваши сомнения в собственной ценности. И у вас есть пока для этого основания. Потому что вы действительно свои ценности очень сильно занижаете. Очень сильно. С этим и нужно работать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.